Только начав патрулирование, экипаж замечает нарушителя. Молодой человек хотел справить нужду на глазах у прохожих. Полицейские выходят из автомобиля и направляются к молодому человеку, который находится в состоянии опьянения. Патрульные просят нарушителя предъявить документы, но он отказывается, говоря, что задержали его незаконно. Для выяснения личности мужчину отвозят в участок. Во-первых, сначала визуально оформляем, попадает ли под фабулу данный гражданин, находится ли он в состоянии опьянения, что должен оскорблять общественную нравственность. В дальнейшем устанавливаем его личность. Если граждане не представляется, документов удостоверить личности при себе нету, данный гражданин для выяснения доставляется в южную часть ОМВД России по великолепному району, где в дальнейшем будет установлена его личность и также составлен материал административного правонарушения. По приезду в отдел молодой человек продолжает хранить молчание, к тому же ведет себя вызывающе. Сразу видно, что он пьян. Но выяснить личность необходимо. Для подобных случаев есть специальная система Папилон, в которую занесены отпечатки пальцев. Несколько манипуляций и компьютер выдает подробную информацию о человеке. Далее на него составляется протокол об административном правонарушении и его отпускают в Освояси. Но все же не только пресечение правонарушений возложено на патрульно-постовую службу. Задач намного больше. Специфика в основном заключается в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности граждан на улицах, площадях, скверах, в городах. Естественно, пресечение, выявление преступлений, раскрытие их, а также административных правонарушений. Несмотря на праздничный день, многие сотрудники полиции, в том числе и патрульные, сегодня на дежурстве. Ведь главная их задача – поддержание правопорядка на территории района. Андрей Жилин, Антон Карев, Новости провинции.